Вот уже 40 лет крылатая пехота и преданные ей бойцы славят Брест как особый город. Здесь, на территории бывшего южного городка, располагается 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Горожане больше знают соединения как регулярного участника показательных мероприятий областного центра, представителей оборонного блока, как надежного партнера в совместных тактических учениях, высококвалифицированные кадры, современное вооружение и мощная тренировочная база. Три слагаемых успеха, которые вот уже не один год помогают части становиться одной из лучших в стране. Коллектив собрался и с достоинством завершил вот этот год, показав этот прекрасный результат. И вот неделю назад на итоговой коллегии вооруженных сил, министр обороны, признал одну из лучших бригад вооруженных сил, вот именно 38-я бригада. То есть я считаю, бригада достойно подошла вот к этому. Хочется еще отметить вот это крайнее учение, которое проходило здесь 10 дней назад. Это сложнейшее учение по всем вопросам, связанным, начиная от применения авиации, от применения именно тактики применения этой сводной тактической группы. Очень было сложное все сама обстановка, но и бригада, усиленная парашютно-десантным батальоном Российской Федерации, выполнили все задачи. Конечно, день рождения части – праздник, на котором собирается не просто большое, а огромное количество гостей, каждый из которых имеет свою причастность к торжеству. Кто-то проходил здесь срочную службу, у кого-то с соединением связаны самые лучшие воспоминания жизни. Сегодня в честь ветеранов звучит гордое и громогласное «Ура!». Мы под руководством нашего комбрига, под командованием нашего комбрига делали полигон, буквально в кратчайшие сроки, и вот полигона не было здесь. Мы освоили потом прыжки с вертолетов здесь же. Следующий этап был – это учение «Запад-81». Вот вымпел здесь в бригаде есть. Были другие события, были другие учения, но везде бригада показывала величайший уровень боевой подготовки. Для горожан 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ее заслуги – это не просто часть истории, это что-то личное, то, что каждый пропускает через сердце. Об этом говорил мэр города Александр Рогачук, поздравляя часть с праздником. Градоначальник высоко отметил вклад в соединение в празднование тысячелетия областного центра. От имени руководства тысячелетнего города Бреста поздравляю вас с днем основания части, с днем части. Благодарю вас за то, что вы своим ратным трудом прославляете силы специальных операций и прославляете город Брест. Особые слова за наше взаимодействие в рамках проведенных и проводимых мероприятиях по тысячелетиям нашего города, за те общие проекты, которые реализуются вместе, не в ущерб боевой подготовке. Хочу сказать, что решением городского исполнительного комитета и городского совета депутатов принято решение наградить медалью тысячелетия нашего города талантливого военачальника, большого друга нашего города Вадима Ивановича Денисенко. 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада за долгие годы существования стала форпустом сил специальных операций Беларуси, а ее представители кадровым резервом для Министерства обороны. И то, что традиция качественного обучения и подготовки военных специалистов продолжается, подтверждает большое количество награжденных. Выбрать лучшего здесь всегда непросто. Наверное, поэтому командованием самые сложные и ответственные задачи поручаются именно 38-й бригаде. Мы только наращиваем совместные учения. Будут проходить учения с Китайской народной республикой, будут проходить учения с Сербской республикой на нашей территории, у нас на полигоне. 40-летие 38-й отделе десантно-штурмовой бригады – только начало ее большого пути. Сегодня Министерство обороны и силами специальных операций взят курс на укрепление взаимоотношений с представителями смежных войск других стран. В таком обмене опытом рождается взаимопонимание в вопросах подготовки квалифицированных кадров.